всем доброго времени суток с вами димас вы на канале кукс браза хукс с вами как всегда оператор антон с его великолепными кадрами и сегодня мы для вас будем снимать интересное блюдо южная и не только но по крайней мере это из южной страны к нам пришло это блюдо будет кисадили кисадили у нас будет сегодня курица и мы решили немножко сделать эксперимент добавить баклажан жареных ну и также сопутствующие ингредиенты основное это курица лук репчатый чеснок естественно сыр как эти садили без сыра и без лепешки лепешки будут не самодельные покупные так как это еще морока небольшая но как бы мы решили сделать проще и купили готовые лепешки также будут дополнительные ингредиенты это кукуруза и оливки что у вас есть есть и кукуруза есть фасоль можно добавить все что угодно также оливки маслины неважно если вы не любите их можно без них сделать но это как бы сопутствующие такие продукты которые помогают улучшить вкус нашей кисадилии вот так же будет присутствует острый перец табаско знаменитый если нам не хватит остроты мы добавим нашего кавказского знаменитого соуса чтобы было просто огонь также будет дополнительный салатик небольшой мы будем использовать томаты и красный ялтинский лук вот мексиканцы используют чаще просто обычный репчатый лук перец какой-нибудь свежий типа хлопение или еще какой-нибудь вот и кинза кинзы у нас сожалею нету свежий сейчас начало лета она еще не выросла вот но все блюда у них идут мелко нарубленная репчатый ну либо красный лук любой перец ну чаще какой-нибудь вот такой более съедобный не жгучий приемливы это вот халапени и море кинзы они любят зелень везде добавлять сверху прям вот или в кисадилии тортильи и тому подобное у них везде все идет как бы куча всяких ингредиентов свежих вот так же это блюдо по идее если это мексиканское оно должно быть острое и жирное вот у мексиканцев мне кажется нету даже у них какие-нибудь овощные блюда это не получается жирные все масли все должно течь сочные сальсы разные быть должны там вот мы сальса не стали сегодня делать заморачиваться как бы не сезон вот у них везде все это идет и зеленые сальсы и красные сальсы ну из разных видов там перца или томатов вот они это все любят и обязательно мексиканское блюдо оно должно источать с жидкостью когда вы едите она бы должно быть очень сочное острое сочные это главные вещи мексиканской кухни ну что приступаем к нарезке наших ингредиентов сегодня немножко поздно собрались чуть скала захолодало ветер и красный как всегда потеплее делить вот начинаем с нарезки лука вот лук ну режем кубиком не слишком мелким не слишком крупным он как все равно у нас весь и жарится и будет мягкий и вкусный что мексиканцы часто не добавляет лук уже в само блюдо они делают отдельно курицу либо какое-то мясо вот у них есть национальное мясо они его запекают вот мы же добавим лук само блюдо чтобы ускорить весь процесс приготовления вот лук нарезали приступаем к нарезке курицы наши курицу можно как бы взять чтобы было посочнее наше блюдо вот курицу можно взять бедро мы заранее отварили так удобнее можно сразу жарить вот но у вас будет не такая консистенция у самого блюда вот тогда надо просто ее немножко подтушивать есть немножко потушить тогда будет интересно если сразу обжаривать уже не то она должна быть нежная если вы будете обжаривать сразу у вас не получится такой нежности у вас получится жареная курица из-за этого лучше ее немножко отварить до полу готовности и как говорил лучше взять для этого бедро мы взяли куриное филе и также мы сразу нарежем чеснок так как мы будем сразу использовать при жарке лука мы не будем его добавлять конце мы добавлять будем при жарке лука просто раздавливаем чеснок и нарезаем не слишком мелко не слишком крупно если у вас желание можно использовать чеснокодорилку без проблем и это все на ваше усмотрение добавляем масло сначала чуть-чуть и кидаем лук аккуратно быстро и еще добавляем масло много масла мы добавляем нашу курицу смело все сразу добавляем наши специи паприку много паприки мексиканцы добавляют свою паприку это венгерская копченая я думаю некоторые мексиканцы вообще не знают что только в венгрии с чем ее едят но мы-то знаем чем больше паприки тем вкуснее она сладкая копченая так что не бойтесь и масло опять масло должно быть много и помешиваю обжаривается нас великолепная курочка добавляем соль мы когда варили курицу мы добавляли соль можно не добавлять мы добавляли так что не слишком много и можно добавлять по чуть-чуть наши острые сулуса табаско опять же льем масло масло должно быть много и постоянно помешиваю вот добавим молотого перца у нас любое блюдо на стране с ним 30 секунд подержали помешали 30 секунд подержали помешали мы добавим соевый соус немножко заменим соль столовую ложку для начала и добавляем наши баклажаны заранее мы их обжарили чтобы не терять время вот они у нас масли это такой наш эксперимент сегодня чуть-чуть овощей добавить в нашу писатель у нас зажарка происходит пробуем ну так пополам добавляем немножко кавказского наши соусы придаст аромат и остроту вот я бы добавил еще соли как по мне маловато соевый соус не дал того вкуса масло не льем ее достаточно его хорошо в начале лить о соус да вообще аромат вы просто не понесу царей все пробовать не будем уже все снимаем почти и уже даем немножко остыть и переходим сборки наши кисадилии уже будем жарить курочка у нас подостыла немножко перемешаем и вот и начинаем собирать сыр обычный моменталь можно еще чеддер любые подобные сыры какой не жалко моцареллу какой больше нравится российский вот сыр укладываем не жалеем сыра к садили сыр очень вкусно наши оливки тоже кому как нравится можно побольше может поменьше кукуруза кукуруза и наша курочка распределяем по половинке лепешки все приходится придерживать руками боюсь что ветер все сдует вот так собираем и сверху обязательно сыром насыпаем и накрываем сверху прижимаем вот так плотненько и второй тоже вот так по две штучки сковородка хорошо загрелась так что немножко ее снимем с огня ну отлично смотрите смотрите какая красота отлично поджаривается все будем остальные кисадили также жарить в достаточно медленном огне и красиво поджаривать так что все увидимся уже когда будем пробовать вот так мы сделали кисадилию у нас беда случилась со звуком и просто накладываем аудио дорожку к нашему видео вот все мы сделали все хорошо птички поют тут хорошо на заднем фоне вот так сделали салат кашки садили как бы все вы можете делать также в домашних условиях все получится у вас не стоит переживать по этому поводу мы попробовали кисадилию вот кисадилия получилась достаточно сочная вот минимум остроты вот даже без всяких шоусов можно спокойно есть вот просто вкусная вкусная очень штука получилась со сметаной со сметаной еще вкуснее также мы попробовали с салатом вот и с ореховым соусом ну как бы не очень на любителя а если салатом и со сметаной чисто так по-русски то это вообще получится с мексиканской кисадилии просто бомба мой совет как бы это вкусно нужно пробовать и готовить будем снимать для вас новые видео обязательно уже надеюсь со звуком все наладится и погода наладится тоже увидимся в новом видео с вами был димас кукс бразер хукс и оператор антон так что всем добра мир здоровья берегите себя все увидимся на новом видео пока 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 Продолжение следует...